Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале Таня Онака. Я оставлю вам ссылку на первое видео о шкафчике моей мамы. Шкаф был куплен в конце советского периода. Мне он очень нравится. Актуален и сегодня этот шкаф. В кадр попали часы, которым более 60 лет. Это часы, которые старше меня. Сейчас они не работают, но будем все-таки заниматься. Возможно, что и отремонтируем. Мама хранит в старой советской шкатулочке ключики от этой вещи. Есть у нее и тигр, такой вот керамический советского периода. Ну а сейчас мы с вами посмотрим несколько полок этого шкафа. Сервиз столовой полностью весь цел. Это сервиз Барановка. Мама привозила его из города Гродно, Белоруссия, когда находилась там в гостях у родственников. Ей очень понравился этот сервиз, но в то же время выбирала она не самый дорогой. Там было изобилие, но купила она его. По деньгам, что называется. Пользовались крайне редко, поэтому соусник. Мам, ты в каком году этот сервиз столовой приобрела? Это мы его привезли из города. Я мама знаю, я говорю, в каком году. Я в каком... Училась примерно в девятом классе. Если я училась в девятом классе, школу я закончила в 86-м, 85-й, 84-й где-то. 84-й, 85-й год этот приобретен сервиз. Ручная роспись, ручная работа. В супнице находятся спецовники от сервиза Хайта. И кружевной воротник моей мамы, она его шила сама. Из тесьмы. Этот сервиз у нас утрачен. Ну а спецовники остались. Будешь ждать? Если старый его заждет, он мне... А то это жалко. Ну я когда его купила, она говорит, ой-ой-ой, чего вы такой плохой купили? Ну то есть, он утончил. Ну то есть, там были шикарнее намного? Нет, это был совсем недорогой, 130 рублей. Так, ну 130, эта зарплата была средняя зарплата. Месячная. Да, таких скромных людей. Были, конечно, и более крупные зарплаты, вернее, большие. Да, обыкновенно это... Ну, он у тебя практически весь цел. Да. Два, четыре, шесть, смотрю, два, четыре. На двенадцатый все. Ага. Нет, я смотрю, тарелок поскольку. Все. Шесть и шесть. Вот блюда, вот эти очень хорошие, вот эти блюда. Так, ну и что ты думаешь, мама? Вот эта ваза, где ты ее купила, помнишь? Нет, вот эта ваза, вот сейчас я ее снимаю. Это в этом, в цуме. Это гранатики, по-моему, гранаты. В цуме купили очень недорогая, 30 рублей. 30. А на какой момент она стоила 30? А это вот совсем недорогой, уже новые деньги. Ну, новые деньги, 30 рублей никак ты не могла. Новые деньги, 30. Даже сейчас таких цен нет 30. Мам, если с ней спросить, мой контейнер там... Таня сейчас принесла мне мясо. Это не твой. Отдать, Таня, в контейнер. Мама, ну ваза очень красивая. Значит, ты не помнишь, 30 рублей таких цен не было. Были миллионы в перестройку. Таня, я их не купила. Она очень недорогая. Пусть она недорогая, но это фарфор киевского завода. Очень недорогая. Киевская. Сейчас завод закрыт. Ты посмотри, я сейчас на нее другими глазами посмотрела. Ваза очень красивая, конечно. Она очень недорогая. Ну пусть она недорогая, я же не говорю, что она дорогая. Не такая, как вот, я считаю, эти хрустали, все дорогое. А это было очень недорогая. Я бы не купила, если бы дорогая. Ну почему же ты все такое дешевое-то покупала? Потому что деньги у меня были маленькие. А сейчас как у тебя с деньгами? А сейчас такие же маленькие. Ну ты живешь как, хорошо или так себе? Хорошо. Я как якобы сказала. Мама, что хорошего у тебя в жизни? Ну то есть я, это не так, как другие бабки говорят в телевизоре. У меня настроение хорошее только две недели. Пока есть... Тать, зачем пытать? Что? Загруйся лучше за мной. А у тебя, мама, когда настроение как? Все время одинаковое. Почему? Я потому что свои деньги не расточаю. Молодец. И не хватает их. Научи меня так. Не знаю, как вас научить. Я сейчас Сергея долбила, а он съездит. Хорошо. Вот ты помнишь, сколько этот медведь дулевский стоит? Медвежонок. Какой? Вот этот медвежонок покупали? Да. Сколько? Сколько же он стоит? 100 рублей примерно. Ну вот, а это было в 20 веке, в конце 20 мы покупали, я-то точно знаю. Хорошо, вот этот сервис, ты помнишь, сколько ты отдавала за него? О, этот помню, это 95 рублей. Ну так а ты говоришь, тот 100, а этот-то ты раньше покупала? Этот раньше, да. Немецкий. Это очень, это самый первый я купила на отцов день рождения. И ни разу не пили, некогда. Ну не пили, а масленку разбили. О, разбили, все подряд бьется. Это 95 рублей, вот это очень дорого. Это же не германский, утонченный. Да. А тут толстый сервис, толстый. Толстый, не толстый, но мне он нравится. И мне он очень нравится. Вот этот немецкий, фирма, 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 Ильминау, вспомнила. Это самое первое, что я купила в Искитине. По-моему, уже в 15-м А. Поэтому глупости везла из кислоты. Ну а тебе тяжело было телевизор купить? Как ты на него накопила с пенсии? Здравствуйте. У меня помимо телевизора деньги есть. А откуда? Экономлю. Когда я научусь так. Ты что? У меня 20 тысяч денег, что ли? Что я не сумею им управлять. Мама, ты не помнишь, вот эти вазочки ты где покупала? А все в Искитине. Нет, это понятно. Я имею в виду, они в свободной продаже были? Да, да, да. Свободной, никто сильно не брал. Цены не помнишь, да? Не помню. Представляешь, ты мне, которую подарила, я недавно только разглядела. На ней роспись другая, не такая, как у тебя. У меня с какой-то птицей, вроде бы калибри, а у тебя без птицы. Вот эта вазочка. А вот такую, я не помню, давала ты мне или нет, маленькую. Но у меня ее где-то нет. Тоже красивая, тоже она. Ломоносовский фарфоровый завод. Нет, я брать не буду, я сейчас тут поставила. Мне так нравится, что тут лишнего ничего нет. Стоит лебедь и две вот эти вазы. А вот эти, куда ты поставишь, которые выставили?